3% земли приносит 5% урожая республики. Такая арифметика царит в Буинском районе Татарстана. Там озвучили итоги 2012-го. Год был сложный, но марку хлебного района удалось сохранить. Да и свекольное производство принесло более 400 миллионов рублей. Оставаться в числе лучших районов помогают в первую очередь сами буинцы. О том, кто на передовой сельскохозяйственного фронта, расскажет Эльмир Заляева. На этой сцене Ильнур Сафин один из самых молодых. Ему всего 24, а он уже среди передовиков сельского хозяйства. За прошлое лето комбайнер скосил 6000 гектаров травы. Вперед юного специалиста двигала большая цель. Я хотел все время быть первым. У меня так и всегда получается. Во всем деле быть первым. Не люблю где-то там сзади ходить. С молодым уж с отцом вместе работали, потом себе комбайн взял, дали. За то, что хорошо работаешь, дали. Но среди передовиков все больше опытные специалисты. Молодых кадров не хватает. И это одна из проблем. Другая общая для всех районов – финансирование. Но ронять показатели из-за сложностей не собираются. В 2013 году мы ставим перед собой задачу обеспечить валовый сбор зерна в объеме не менее 200 тысяч тонн. Валовый сбор сахарной сеглой в объеме 300-350 тысяч тонн. Валовая заготовка корма в объеме не менее 90 тысяч тонн. Задач у Буинского района много. Который год на лидирующих позициях на 3% земли Татарстана выращивают почти 5% всей продукции республики. 5 агроферм, почти 70 фермерских хозяйств, сельхозкоператив – все обеспечены работой. Наши задачи состоятся в эффективности. Это очень важно. А Буинск в этом плане, как пример, всем районам Придолжской зоны. Здесь и культура земли высокая. Здесь люди, традиции, хлеборобные традиции. И потом люди, труженики умеют ставить перед собой более амбициозные задачи. Примером должны остаться и в этом году. Свекольные поля принесли в прошлом больше 400 миллионов рублей. Ориентир 2013-го на эту сумму. Также удержать первое место по молоку и прирост показателей. Эльмира Заляева, Равкадзиединов, Ленар Хабибуллин. Вести Татарстан, Буинск.